Отменили интервью только мартовские. Апрельские, кто у нас записан, никому не отменили интервью. И майские никому ничего не отменяли. Но я думаю, что апрельских отменят. А по майским еще вопрос. Например, в посольстве Варшавы сейчас открыта запись, начиная с 14 апреля. Там тоже людям поотменяли даже иммиграционные интервью, причем они отменяли это в пятницу, в пятницу 13-го. Они обзванивали их, начиная со второй половины дня. У нас просто человек 5 по иммиграционным визам должны были в Варшаву ехать. Позвонили, говорят, перезаписывайтесь. Не раньше 14-го числа. Начали перезаписываться в этот же день. И перезаписались тех, кого технически можно было перезаписать на 4-е мая. У них чрезвычайное положение было изначально планировано. На месяц иммиграционные службы и иммиграционные суды на территории США, они работают с документами, но они не принимают посетителей до 1 апреля. Вы просто учитывайте, когда появится запись, вот это вот огромное количество висящих людей, они ломанутся сразу на запись. И очередь убежит месяца на 3 вперед. Самый лучший вариант, если все равно собираетесь получать визу в ближайшие полгода, это сейчас сделать анкеты и сидеть, например, с нами на мониторинге, чтобы в ближайшие дни, как откроется, записаться. Так как мы мониторим ситуацию почти каждый день, мы поймаем самые ближайшие даты, которые станут доступны. Ну вот смотрите, просто эту информацию вам нужно обязательно учитывать и принять к сведению. Сейчас посольство приостановило выдачу виз, а США вообще не принимает туристов. У них идут многомиллиардные убытки в индустрии. И как только посольство откроется, первые месяцы, пока еще не будет накрывать экономический кризис, вот в этих странах, где мы живем, выдача виз будет очень хороша. А вот что будет потом? Так как вы идете как перезаписанный человек, то все в посольстве, в принципе, будут понимать, что там та же анкета со старыми данными и все прочее. Мы, конечно, будем запрашивать у них специальную информацию, насколько принципиально там информация устареет по выездам и по всему. Но на интервью это точно все можно легко объяснить будет. Пришел я, у вас должен был быть там 23 марта, но вы сами отменили интервью, поэтому я пришел сейчас. Естественно, мне пришлось скорректировать там планы свои. Ни на одном посольстве, в принципе, нету дат, когда будет возобновлены. Это просто Варшавское посольство, оно персонально обзванивало всех, кто был записан на иммиграционное интервью, по крайней мере, у нас 5 человек, попало на март-апрель. Им всем позвонили из Варшавского посольства и попросили перезаписаться, и сказали, что перезаписывайтесь там числа после 16-го, и технически мы перезаписались на начало мая. Вот такая вот, в общем, картина. Успеем в первый эшелон, когда они только откроются, максимально быстро всех записать, потому что огромная масса висит людей, накопленных в тот час в Марсу не пошел, достаточно прилично, потому что там почти на каждый день минимум по 50 человек было записано, на 5 рабочих дней, и вот они все сейчас, кто-нибудь в марте не прошел, они перескакивают, плюс всех, кто хотел визу получить. И очередь сейчас, за первые дни, она разгонится где-то на месяца 3 вперед, когда откроется посольство. Ну, накопилось, и естественно, сейчас еще это наша экономическая ситуация, очень многим надавит на мозги, и, извините, у нас по 1000 долларов, я так сомневаюсь, что нам раздадут. Дети, инвалиды, взяли, отходи. Что еще? Сироты? Где? Крепостные, холопы. Каждому американцу. Тесты будут им оплачивать, больничные будут оплачивать, и еще просто дадут денег каждому. 100 в апреля. Ранилиса. 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 Р Продолжение следует...